Так, друзья, всем добрый день. Продолжаем наш марафон «Новая реальность». И у нас сегодня в эфире Ирина Чеботарёва, партнёр и руководитель межюрисдикционной практики компании Kipi Low и руководитель офиса на Кипре. Ирина, добрый день. Здравствуйте. И сегодня общаемся на тему, собственно, Дубай, Траст, в общем, Центр мирового капитала Дубая. Сейчас нам как раз Ирина расскажет, что она только что вернулась из Дубая, что-то новенького. Обязательно, обязательно. Весь последний инсайт я вам сегодня расскажу. Почему такая тема, почему, мне кажется, она максимально будет прикладного характера, будет интересна бизнес-сообществу. Мне кажется, что сейчас основная дилемма у бизнеса всё-таки, где хранить свои активы и куда переносить точку Центр прибыли. И Дубай, ОАЭ, в принципе, по многим причинам здесь подходит. Вот буквально позавчера я вернулась с Дубая, и мы там обсуждали достаточно в широком формате смысл создания фонда именно во фризонах, в Объединённых Арабских Эмиратах. Почему именно фонд, почему именно там, и почему мы не создаём какую-нибудь компанию и не траст. Я напомню несколько вещей. Ранее трасты — это та конструкция, которая наиболее сейчас выглядит адекватно, но, тем не менее, она не удовлетворяет всей повестке дня. Ранее трасты выбирались как способ сокрытия бенефициара. То есть в трасте гораздо сложнее отыскать, кто же является конечным бенефициаром, кто чем владеет. И даже не столько бенефициар сложно установить, сколько сложно установить, кто является основателем подобного траста. Я напомню, в трасте обычно зафиксирован сеттлер, это так называемый учредитель траста Танлия. Это протектор, тот, кто следит за тем, чтобы всё функционировало правильно, ничьи права в трасте не нарушались. Это сам трасти, то есть, по сути, управляющий траста, и бенефициара. Как мы знаем, при учреждении траста самое главное выбрать удобную, комфортную юрисдикцию. Ранее это было очень популярен в сектор всех юрисдикций, которые имеют общую систему права. Это, например, Каймановые острова, у них суперинтересное и удобное законодательство права траста. Кипр до сих пор остаётся чрезвычайно интересен в контексте трастов, потому что есть, во-первых, концепция международного траста на Кипре, просто траста. Ну и, в принципе, Кипр по многим, в том числе и локационным моментам, удобен был всегда для российского бизнеса, либо для бизнеса с российскими корнями. Я также беру такие юрисдикции, как Швейцария, как Эйфтенштейн. Везде там, в принципе, трасты использовались как способ, во-первых, овладения активом при жизни, управления активами. Также траст использовался как способ распределить наследство после смерти основного интересанта. Чаще всего он выступал сеттлером, то есть учредителем этого траста. Что стало не так с трастами сейчас и почему мы не рекомендуем сейчас уходить в трасты, в трастовые юрисдикции, если у вас есть российские корни? Директива Евросоюза, санкционный пакет номер 5, который говорит о том, что для того, чтобы устранить всякие возможности для обхода санкционных мер, если бенефициаром является гражданин, проживающий на территории России, фактически, либо являющийся резидентом Российской Федерации, то ему запрещено оказывать услуги по трастам. Это значит, что невозможно оказывать услуги трастового управляющего, предоставлять административный офис под этот траст, даже консультировать. По сути, в принципе, запрещено. Это произошло буквально в мае 2022 года, когда санкционный пакет в этой части вступил в силу. Теперь мы понимаем, что если у вас нет резидентства Евросоюза, либо у вас есть резидентство Евросоюза, но вы проживаете на территории России фактически, при этом вам даже не поможет, если у вас имеется второе гражданство. Мы сталкивались с такими случаями, когда есть второе гражданство, но человек при этом не является резидентом Евросоюза. Все равно они говорили, что на вас распространяется эта директива, поскольку у вас есть гражданство России, нам очень трудно с твоей делой фактически проводить основное время свое, поэтому у вас тесная связь с Родиной, соответственно, мы вам отказываемся. Ну и здесь еще играет психологический фактор, поскольку на весь этот период не вышло никаких разъяснительных моментов, как толковать те или иные положения именно в этой части, в части запрета оказания услуг по трастам российским гражданам, либо российским резидентам. И в связи с этим юристы в европейской юрисдикции, они, естественно, очень чувствительно и деликатно к этому подходят. Но, как говорится, что бы ни происходило, жизнь продолжается, и надо как-то понимать, куда переносить эту точку прибыли и точку держания активов. Наверное, до меня и после меня еще много раз будут повторять, каковы плюсы Объединенных Арабских Эмират. Я вот покажу один плюс, безусловно, прикладного характера. Сейчас, в настоящее время, в нескольких зонах можно создать так называемые фонды, частные фонды. Чем эти фонды отличаются от траста и чем они могут помочь в настоящее время? Дело в том, что фонд – это чрезвычайно гибкая структура, которой нет непреодолимых требований. Кстати, в сравнении с трастом, там есть строгие требования, которые необходимо соблюсти. Например, чаще всего управляющим траста должен был быть квалифицированный специалист из той юрисдикции, где вы учреждаете траст. Чтобы как-то контролировать его, у него должна быть лицензия, он должен достраховать свою ответственность и так далее. Что мы видим в ОАЭ и, в частности, в фризоне RACO ICC? Есть возможность создания фонда, частного фонда. Состав этого фонда будет выглядеть следующим образом. Имеется учредитель этого фонда, так называемый фаундер. Имеется совет управления этим фондом. Он называется Council Members. Он состоит из двух, по сути, консультантов. Ну, чаще всего их называют директорами в обиходе, но они не являются директорами, они такие управляющие. Совет управления. И имеются бенефициары, либо еще их называют квалифицированными получателями прибыли. Чем фонды интересны? Они интересны, в первую очередь, тем, что не обязаны раскрывать, кто у них является а, бенефициаром, б, их устав, то есть положение, на основании которого они функционируют, какие активы этому фонду принадлежат. То есть помним, почему ранее выбирались трасты. Основной движущей силой в выборе траста являлась конфиденциальность. То есть мы понимаем, что есть соответствующий интересант, который не желает себя публично афишировать в качестве владельца того или иного имущества, поэтому вот учреждается некий траст. Есть возможность получения прибыли теми, кого он указывает в качестве бенефициаров. При этом есть возможность указать бенефициар первой очереди, второй очереди, третьей очереди. И есть возможность проинструктировать, каким образом использовать то или иное имущество. Вот в прикладном аспекте, что сейчас у нас происходит с трастом. Во-первых, запрещено, как я уже ранее сказала, оказывать услуги по трастам российскому бизнесу. Во-вторых, что немаловажно, на Кипре сформирован реестр, где ты обязан раскрыть информацию, кто является бенефициаром соответствующего траста. В-третьих, в любой банковской структуре ты обязан раскрыть, кто является конечным бенефициаром твоего бизнеса. Будь то траст, будь то обычная компания, это имеет значение. Если вы не раскрываете, то вы просто не проходите процедуру compliance. Что с фондами и чем они привлекают, почему мы это советуем клиентам и почему мы это всегда используем в структурировании корпоративной схемы? Потому что в настоящее время, вот если мы смотрим на период, допустим, в 3-4-5 лет, нам кажется, что частные фонды удовлетворяют требования сохранения конфиденциальности. В РАК-АСС нет публичного реестра бенефициаров, нет публичного реестра, через который можно было бы получить устав, на основании которого действуют соответствующие фонды. А также нет реестра, в котором указаны бенефициары соответствующего фонда. Да, вы раскроете эту информацию в банке, если вы, допустим, открываете счет не только в ООН, но, допустим, вы хотите, чтобы ваш фонд имел счет в швейцарской юрисдикции, либо там в лунтовской юрисдикции. Так или иначе, вы все это раскроете. Но хорошая новость в том, что когда мы понимаем, что основная юрисдикция – это ОАЭ, там нет соответствующего регистратора, который публикует в публично доступном реестре соответствующую информацию, это значит, что любая информация, которая будет запрошена со стороны госорганов, например, иностранных юрисдикций, она может быть раскрыта только под условием того, что дубайская юрисдикция согласится это сделать. Нет обязанности раскрывать подобную информацию. Нам неизвестно в случае, когда по запросам правоохранительных, допустим, органов раскрывалась подобная информация. Что еще хорошо, это то, что регистратором подобной юрисдикции в РАК-АСССИ будет выступать непосредственно ваша компания, к которой вы обратились из-за оказания юридических услуг, административных услуг по учреждению трастов. То есть, по сути, мы будем так говорить, вы будете предупреждены о том, что поступил некий запрос, если у вас выстроены доверительные отношения с обслуживающей вас компанией. Что немаловажно, и поделюсь уже имеющимся опытом. Очень часто приходит такой запрос, я хочу, чтобы фонд в ОАЭ владел активами на территории России, на территории других юрисдикций, я хочу получать дивиденды. Это абсолютно возможно, поскольку, собственно, под этот фонд и создавался, и он максимально гибкий в отношении того, что можно прописать, каким имуществом фонд может владеть, как этим имуществом распоряжаться, в каком размере, какую прибыль получает каждый из бенефицаров. Чрезвычайно важно отметить, что фонд может создаваться для достижения какой-то цели, либо на какой-то срок, и по завершению этого срока он, по сути, будет прекращен, этот фонд. Что важно, это то, что в этом фонде вы не можете прописать, что фонд создается для коммерческих целей, для извлечения прибыли. То есть, по сути, фонд, исходя из их местного законодательства, не является такой структурой, которая создана исключительно для зарабатывания денег. Фонд, безусловно, будет использовать имущество, безусловно, будет получать доход, но для того, чтобы соблюсти это требование и чтобы в будущем фонд этот никем не был оспорен, мы придумали, и не то, что даже мы придумали, а мы просто полагаемся на тот опыт, который уже наработан, и, в принципе, нам он нравится. Создается компания в ОАЭ, в принципе, в любой удобной для вас фризоне, и уже эта компания владеет активами соответствующими, как в России, так и в других юрисдикциях, если у вас есть потребность. И акции этой компании уже принадлежат непосредственно фонду. Какие есть плюсы в этой структуре и какие минусы? Плюсы в том, что, во-первых, вы можете поднять дивиденды. У нас есть случай, когда дубайская компания принадлежит доля, стопроцентная доля в заводе на территории России. Соответственно, у нас будет выплата дивидендов. Она еще не произошла, но мы предполагаем, что будет выплата дивидендов. Соответственно, эти дивиденды будут подниматься до дубайской юрисдикции и уже далее распределяться в фонд, а фонд будет распределять между бенефицарами. Такая задумка. Часто бизнес спрашивает, а что делать, если я хочу, вот как раньше у меня было, инвестировать свой бизнес из иностранной юрисдикции. Но раньше как было? Существует какая-то офшорная компания, допустим, где-нибудь на Кипре. И эта компания дает займ российской компании. Российская компания на эти деньги, допустим, обновляет оборудование, инвестирует в новые проекты, зарабатывает деньги. Дальше проценты по этому займу возвращаются обратно в иностранную юрисдикцию. Таким образом показывается некоторая доходность у иностранной компании, бенефицаром которой вывеляется, соответственно, этот бизнес. Все очень логично. Схема, которая работала достаточно долго, это гораздо проще, чем ждать выплату дивидендов, распределять прибыль и так далее. То есть работали по старой схеме. Сейчас спрашивают, а что делать, если нам необходимо, опять-таки, проинвестировать в свой российский бизнес? А у нас там какой-то непонятный частный фонд в УАЭ и...